В конце 40-х годов шведская армия решила пополнить и обновить автопарк вооруженных сил. Эта нелегкая историческая миссия досталась концерну «Вольво», который и до этого работал на оборонку. На разработку новых армейских внедорожников ушло несколько лет. Машины постоянно дорабатывались и видоизменялись, пока в начале 60-х не приняли облик, который и стал лицом военных внедорожников шведской армии. Чего уж там говорить, лицом ребенок не вышел. Но ведь не это главное. Благодаря своей проходимости Лапландер снискал любовь не только у шведских солдат и колхозников, но и у российских джиперов. Да-да, именно эти портальные мосты наши кулибины ставят на свои внедорожные прототипы. Вот как они любят «Вольво Лапландер». А если к его проходимости добавить немного фантазии, то на базе Лапландера можно запросто оборудовать вместительный жилой отсек. И тогда уж, как говорится, ловись, рыбка большая и маленькая. Лапландер – лучший подарок мужу на всемирный день рыбака, но... Заглянем на букву «П». Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...